Сегодня у нас тема социальное развитие. Так, кто что-нибудь знает о развитии? Что такое развитие? Слышали такое слово развитие? Слышали? Что это такое? Что такое вперед? Как узнать, что вперед, что не вперед? Думаем, что идем вперед. Как у нас надо говорить назад, мы не пойдем. Идут назад. Развитие движения от простого сложного. Вот. Движение от простого сложного от низшего к высшему. То есть речь идет... А вот это уже определенные критерии. Можно видеть, что есть более сложное, оно включает вся предыдущая. Правильно? Все более простое. Это определение развития. Лучше или не лучше, это ваше мнение. Определение развития. Движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот не всегда, например, дети лучше родителей, но дети сложнее родителей, потому что они включают в себя родителей. Они результаты, продукты. Не всегда лучше, да. Не всегда. Из этого что следует? Что в развитии, в развитии имеются разные противоположные тенденции. Противоположные тенденции в самом развитии. Какие тут есть противоположные тенденции? Одна тенденция, которая совпадает с направлением развития. А вторая тенденция противоположна направлению развития. Как называется та тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития? Прогресс. Вот это уже прогресс. То есть, чтобы определить прогресс, надо взять развитие, в нём рассмотреть противоположные тенденции. И вот ту тенденцию, которая совпадает с направлением развития, мы называем прогрессом. А та тенденция, которая тоже в развитии есть во всяком, и она противоположна, как вы её называете? Регресс. Регресс. Вот мы находимся с вами под воздействием этих противоположных тенденций или нет? Да? Вот вы, раз вы тему эту начали. Вы в чём видите прогресс в своём развитии? Прогресс. В чём прогресс видите? Чё, нет прогресса в вашем развитии? Что вы задумали? Сижу, говорит, прогресса нет. Чё, нет прогресса? Чё, нет прогресса? Вы зачем сюда пришли? Получение знания. Ну так идёт получение знания? Ну так а чё тогда-то скрутняйтесь? Или, так сказать, оно идёт помимо вас? Или мимо вас? Значит, вот в получении знаний состоит ваше развитие как студента, правильно? Значит, какая цель вашего развития? К чём мы хотели прийти? Ну какой результат будет в обучении здесь, в университете? Не задумывались, а зачем сюда пришли? Случайно слышали, шли мимо. Мы нарываем экзамены. Сдал экзамен, пришёл, сижу. Может быть, это владение какой-нибудь обыске знаний? Ну какой-нибудь? Вы, вроде, какой-нибудь? Я же про вас спрашиваю. У вас не какая-нибудь, а вполне конкретная. Какая область знаний-то? Конфектанты. Ну так, а чё-то? Ну в чём проблема? Как будто я вас спрашиваю, как будто я вас спрашиваю о чём-то там заморском. Чудик какой-то. Это же не чудо, это то, чем вы занимаетесь. А регресс вы видите? Я вот сразу вижу, вы на такие вопросы как-то так затрудняете отвечать, что это уже регресс. Не видите регресса? Нет. Сказать вам, в чём регресса? Вот вы и торопитесь накапливать знания, а то мы же с вами умираем. Я хотел вам это не говорить, но всё равно вы знаете, что мы умираем вообще-то, стареем. Или не стареете вы? Я старею, а вы нет. Да? Вот вы про меня можете сказать, что вы ещё молодой, а про вас только уже старый, можно будет сказать. Так, ну так это есть? Это регрессивная тенденция? И вот вам будет 80 лет, или 95. И как часто бывает, вот человеку говорят, он достиг самого расцвета сил, потом запнулся, упал, и нет человека. Вот и на этом движение заканчивается, развитие. И начинается совсем другое движение. Материя не исчезает. Вот когда я был студентом на матмехе, там пели такую песню. Раскинул из поля по модулю 5. Вдали поленом мы стояли. А кончается она таким куплетом. Марксизм своё веское слово сказал. Материя не исчезает. Загнётся студент. На могиле его огромный лопух вырастает. Так что вот есть и регресс. А что-нибудь есть такое, какое-нибудь развитие, в котором бы не было прогресса и регресса? Стагнация. Так что стагнация? Стагнация – это развитие. Стагнация – это равновесие, прогресса и регресса. Но это что, она входит в развитие или нет? То есть вот в этой борьбе противоположных тенденций может наступить какое-то равновесие. Тогда происходит что? Стагнация. То есть это не что-то рядом с развитием, не ещё что-нибудь. А это вот вы более глубоко начинаете понимать развитие. Хочу вам сказать, что концепции развития, философии много. Например, есть развитие, которое понимается как круговое движение. Дескать, вот сейчас у нас что, весна, а потом будет лето, потом будет осень, потом будет зима, потом будет весна. И всё вернётся на круги своя, опять будет весна. И потом опять по кругу, и опять будет весна. И так, и вот это всё время идёт, это круговое движение. Планеты, вот они. Вот идёт наша Земля, двигается вокруг Солнца, потом она вернётся опять в ту же точку, и дальше будет это движение. И Солнце тоже совершает своё круговое движение и так далее. И вот есть такая концепция, это круговое движение. То есть ничего, собственно, не меняется, а просто проходит какое-то время, круг, и всё возвращается. У вас день рождения был в прошлом году? Да, был. Ну и в этом году будет. Что такого надо? Всё, волнуйтесь. Всё придёт. Не волнуйтесь, всё будет. И ничего вам делать не надо для этого. Ну, товарища только пригласите, угостите. А так всё идёт само собой. Правильно? Какие проблемы? Есть? Некоторые увидели в развитии, что то прогресс, то регресс, то прогресс, то регресс. Ну и думаешь, что раз есть, кто прогресс, то регресс, кто-то же включает, выключает. А кто может включить? Вы не включали? Нет, значит, кто-то... Мы сейчас же не говорят «Бог», да? А как сказать, чтобы было вроде как «Бог», но не «Бог», как? Не знаете, да? Сейчас, конечно, трансцендентное. Трансцендентное там есть. Что-то такое трансцендентное. Есть ещё такое развитие. Такая концепция развития, что развитие – это накопление количественных изменений. Вот вы говорите, я накапливаю знания. Когда у вас будет много накоплено знаний, что будет? Просто обладание. Будет просто обладание знаниями. Ну вот если вы прочтёте всё, что у нас вот рядом, у нас библиотека Академии Наук. И когда вы всё прочтёте, что есть в библиотеке Академии Наук, то убудите? Постоянный посетитель. А? Постоянный посетитель. Постоянный посетитель библиотеки. И нет, и вообще вы можете претендовать уже на библиограф. Потому что мы к вам придём, скажем, а вы не знаете, где найти вот такую книгу? Вы нам скажете. Ну, конечно, в регрессове тоже идёт. По мере того, как вы будете познавать и читать все эти книги, постепенно вы будете их забывать. А умным человеком станете, нет? Наверное, да. Наверное. Хочется верить. А вы знаете, что такое умный человек? Ну, сейчас вот что мы с вами делаем? Мы с вами пытаемся свои детские представления, которые у нас совершенно правильно выговариваются, наполнить действительным содержанием научным. Правильно? Потому что все знают, что такое умный. Все слышали, по крайней мере. Вам известно, что есть такие люди умные? Известно? Да. Известно. А вот Гегель говорит, что известно, ещё не есть от того познанное. Почему? Потому что если я вас начну заставлять изучать то, что всем известно, что я тут изучать? Это же известно. И вот начинаешь спрашивать, а человек никогда, раз известно, он не задумывался с детства. А раз с детства не задумывался, какие у него представления? Детские. А он уже возмужался, сидит на первом, всё хорошо. А представлены детские. Поэтому вот такой даже вопрос простой. Пока я не вижу ответа. Вот вы знаете, кто такой умный человек? Возможно, это детские представления. А? Но он, наверное, научного объяснения не смогут дать. Вот как нам узнать? Вот вам не хочется узнать, вы умный или не умный? Не хотелось бы узнать. Правда? Это же понятие... Или вот хотя бы меня как-то оценить, скажем. Какой-то умный хоть преподаватель пришёл, или дурачок. И вот ещё мешает нам жить. Да. Ну, я могу сравнивать вас с кем-либо ещё. Ну, так сравнивайте. Это хуже, чем ещё бывает хуже. Понял. Или лучше, чем бывает хуже. И что-то, да, из этого сравнения получается. Это у вас, получается, более умный, менее умный. А как вы можете это сравнить, не зная, что такое умный вообще? Ну, кто-то есть вообще, вот, товарищи конфликтовые? Наш конфликт сейчас будет. Если никто не знает, что такое умный человек. Кто-то нас выручит, нет? Обладающий знаниями, не умеющий их применять. Так, правильно, хорошо. Обладающий знаниями. Если он только обладает знаниями, не умеет применять, его никто умным не назовёт. У него как назовут? Начитанный. Раз. Эрудированный. Два. Информированный. Три. Он всё знает, 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 знает. А ничего, когда доходит дело до дела, ничего не получается. Значит, умный человек – это человек настолько начисленный, настолько способный, который в состоянии самостоятельно прийти к правильным выводам. Умный – к правильным, а если не умный, то к неправильным. Поэтому вот это входит в определение. Это человек настолько начисленный, настолько способный, что он в состоянии прийти самостоятельно, правильно самостоятельно, а не потому, что ему кто-то сказал. Людей, мыслящих самостоятельно, очень немного, так, в процентном отношении. В основном люди в основном заучивают и повторяют слова. Заучивают и повторяют, за кем-нибудь повторяют. А для этого надо разбираться. В связи с этим я хочу вам привести такой пример, который, ситуация, которая со мной была. И будучи студентом, я захожу к профессору Никитину. Астрофизик у нас был такой очень солидный. У меня такой был портфель драный, в нем всякие книги были, все заложено книгами. И вот я к нему захожу, говорю, здравствуйте, Алексей Алексеевич. А он смотрит на меня, говорит, слушай, говорит, Миша, ты что-то плохо выглядишь. Я говорю, а что? Ты, наверное, много читаешь. Я говорю, а что, это плохо? Ну, конечно, говорит, ты разучишься думать. У вас нет такого, нет? Вы не можете? Вот как вы делаете, если ситуация такая? Лекция, я сейчас не могу говорить. Значит, ситуация какая у нас? Вот вы хотите что-то, в чем-то разобраться, решить какую-то проблему. У вас есть какое-то время. Я не спрашиваю, какое, маленькое, большое. Только если у вас есть какой-то кусок времени, что нужно сделать? Весь этот кусок занять чтением или половину потратить на чтение, а половину на обдумывание? Как вы считаете? Второй вариант. Вот вы так действуете или только знаете, что надо так действовать? Старайтесь действовать. Старайтесь действовать. Вот это хорошо. Вот кто так действует, тот и отвечает. Видите, а вы так не действуете, вот и сидите, молчите здесь. Понятно? Вот так. Вот имейте в виду. У вас мало времени. Ну, мало времени, значит, полчаса, так, 15 минут. А вдумываете, 15 минут читаете. А если вы только читаете и никогда не думаете, ну-ка, и не научитесь думать. А как вы научитесь думать? Никак. Чтобы научиться думать, надо что делать? Думать. Чтобы научиться плавать, что нужно делать? Плавать. Вы еще видели, какого-нибудь человека, который научился плавать, только вот ему объясняют, объясняют, какие есть приемы, есть бутерфляй, есть брас, есть кроль. И вот ему объясняют, как это все бывает. И кто-нибудь научился плавать, так, когда мы объясняли, пока он не полезет в воду и не наглотается там немножко и водички при этом. Не бывает такого. Так и во всяком деле. Потому что что значит научиться новому? Научиться делать то, что ты не умеешь. Вы всегда делаете то, что умеете, или делаете то, что не умеете? Делаю то, что не умеете. А? Учусь делать то, что не умеете. Ну, так делайте то, что не умеете. Ну, да. Ну, да. А если вы будете делать то, что умеете, никогда ничего не научитесь. так и останетесь делать то что умеет у нас был такой товарищ на кафедре управления планирования социально-экономических процессов сердюков виктор андреич и он всегда говорил я профессионал я делаю только то что умею играть что вы умели в полгода вот этот профессионал тогда вот с таким здесь детскими своими так сказать замашками он вот и остается на всю жизнь то есть а наука в чем состоит скажем от нас что требует от преподавателей мы должны дать новую статью сучь новую новую не смысле дата новая смысле того что написать там то чего еще никто не придумал значит мы должны а это мы разве умеем делать если мы это новое и новое это никто не умеет делать то есть мы должны тоже делать вот то что делает студенты то есть изобрести то что для нас является новый только к вам требования что вы должны изобрести то что для вас является новым но для в общество еще не является новым то потому что это образование то есть вы должны изобрести велосипед то не умеет изобретать велосипеды вот некоторые как вот зачем изобретать вас как он зачем чтобы научиться изобретать а как еще а как если вы не даже его велосипед не можете изобрести чего вы там можете изобрести а вот что касается специалистов, они должны делать новое, имея в виду, что никто этого нового не знает, не видно на это дело. И вот развитие движения от низшего к высшему состоит не в том, чтобы оно от одного известного низшего пришло к другому известному, высшему, а в том числе и к тому, что и неизвестно никому. Правильно? Развитие же идет. Развитие идет, оно выходит за наши, за границы, за пределы. Предел знаете, что такое? Знаете, ну, если, конечно, говорите. Предел что такое? Граница. А? Что, любая граница, да? Это предел. Займете. Что, любая граница предел? Зачем тогда два слова для одного и того же? Это зависит от того, по отношению к кому пределы. Ну, дать его вот. Не к кому по отношению, а ваш предел. Есть у вас предел или нет? Есть. Ну, а границы есть? Есть. Их различаете? Да. Или это одно и то же? Ну, так вот, что такое предел? Ну, раз не одно и то же, так я и спрашиваю. А, предел это максимальная граница? Максимальная граница. Вы думаете, это понятно, максимальная граница? Максимально возможная граница. Что такое максимально возможная граница? Непонятно. Непонятно. Что такое? Ну, какая-нибудь у вас граница есть хоть? Назовите свою границу какую-нибудь. Мы даже посмотрим, она максимально возможная, минимально возможная, средневозможная. Какие у вас граница-то? Есть граница у вас? Ну, разовите свою границу. В чем граница ваша? В границе области знаний, например. Я не спрашиваю, в какой области. Я говорю, в ваша граница в чем состоит? Я не знаю. Но он граница, его ограничивают социальные нормы, которые приняты в нашем обществе. Социальные нормы его ограничивают. Если бы не нормы, он тут бы все раздолбал. Ну, знаете, нельзя тут ждать наверняка. Кто его знает, он уже бы раздолбал, если бы не было нормы. Поняли, да, что вас ограничивают? Вот. Следите за ним, потому что... Ну, морали еще человек ограничивают совесть собственного. Совесть еще. Есть у вас совесть? Совесть или нет? А знаете, почему у вас нет совесть? Вы не знаете, что такое совесть. Поэтому вы не можете ответить на это. А потом по определению. Не знаете определения. Я уже обнаружил. Мы с вами уже общаемся немало. Как спрошу, то вы не знаете. Что такое совесть? Ничего в этом плохого нет. Это не значит, что я вас обвиняю. Это нормальный для студента. Он не знает, как не знали, переходит к знанию. Правильно? Только другое дело, не надо из себя изображать, что я знаю. Совесть-то что такое? Что, вы бессовестный человек? А, совесть? Совесть. У растения совести нет, я понял. Это внутренний предел. Что, куда-то вы уперлись, что ли, внутренний предел? Откуда вы взяли такое определение? Вот я честно рассказываю, откуда я беру определение. А вы откуда берете? Совесть – это, если из этимологии исходить, со и весть. То есть совместное с кем-то видение. То есть совместное с кем-то. То есть я знаю, вы знаете, что скоро будет перерыв. Это совесть наша. Быстренько заканчивалось бы это самое, занятие и пережив. Совесть – это некое самосознание, присуще только человеку, и умение делать ввод о своих поступках, и анализировать их. Ну, вот бандита берем. Бандита, который, убийцу, который режет людей, убивает. Вот у него есть внутреннее самосознание и умение анализировать поступки. Он смотрит, как вас ударить, каким орудием, по какому месту. В смысле, вы утверждаете, что у бандита нету совести? Как же? Есть очень много таких вот моментов. Даже в психологии, когда человек через некоторое время раскаивает в своем преступлении, очень многие признаются. Ну, и что? Ну, у всех у нас есть совесть просто. У всех есть совесть. А как же бессовестные люди? Не бывает бессовестных людей. Не бывает бессовестных людей? Любому человеку гложет то, что он делает. Думаете, гложет? Думаете, всех гложет? А может, гложет, что он еще у вас не отнял последнее? Может, его гложет. Это его совесть, да? Мне кажется, у всех есть совесть. Ну, вот надо, прежде чем решать насчет, что такое, что у кого есть, надо точно дать определение. Ну, да, мне кажется. я бы сказал, внутренний присущий человеку нравственно ориентирует. Да, вот очень хорошо. Вот вы бы почти приблизились к тому, что говорил Гегель. Внутренний нравственный закон. Что есть? Внутренний нравственный закон. То есть, не такой закон внешний, что вот я, ну, если я не сделаю, меня принудят, у нас государственный университет, не будете знать, получите двойку на экзамене, и вам будет плохо, и так далее. А у вас внутренний, вы же знаете, зачем вы сюда пришли? Знаете, вот товарищ тоже знает. Он уже четко сформулировал, чтобы получить знание. Так у вас есть внутренний нравственный закон? Вы же понимаете, что надо этим работать, правильно? Поэтому дело не в том, что вы боитесь каких-то кар, которые будет делать деканат, ректорат и так далее. Михаил Васильевич, а вы можете, кстати, поделить термину предел? Конечно, я запросто могу. А знаете, почему я могу? Думаете, я его придумал, что ли? Нет, конечно. Конечно, могу. Но для этого надо сначала знать, что такое граница. Потому что предел более сложная категория, чем граница. Ну, можно дать два этих пределения? Надо два определения дать. Значит, граница. Одна и та же. Вот сейчас у нас с вами что происходит? Диалог. Диалог. Ну, хорошо. Вот диалог. Он нас соединяет? В каком-то смысле, да. Что, и в каком-то смысле? Ну, если в каком-то смысле, значит, соединяет. Ну, подумайте, логически. Если он в каком-то смысле нас соединяет, значит, соединяет. Да. Я говорю, все, как-то вот сразу вы навешиваете еще всякие. Как вам тяжело думать себе? Зачем вам это еще? Ну, если в каком-то смысле вы умный, значит, вы умный. А если в каком-то смысле вы идиот, значит, идиот. Чего вы так вот как-то крутить, вертеть, непонятно что? Значит, диалог нас соединяет? Да. Значит, так. Диалог нас разъединяет? Значит, если он нас соединяет, он не может нас разъединять. Почему вы так думаете? Ну, что, не видите в диалоге? Вот вы, а вот я. Здравствуйте. Вы посмотрите на себя и на меня. А что, не видите, что диалог наш? Это вот одно дело я говорю, другое дело вы. Это же разные два высказывания. В диалоге обязательно есть предположенные высказывания. Поэтому диалог нас не только соединяет, но и... Вы хотите уйти от диалектики. А от диалектики не уйдешь. А диалектика состоит в чем? В том, чтобы давать два противоположных утверждения. Утверждение взять в единстве. А вы говорите, ну, раз. Это формальная логика. С формальной логикой вы не объясните, что такое граница. То есть, граница – это одна и та же определённость, которая соединяет и разделяет два нечто. Вот лекция. Лекция у нас сейчас есть? Это наша общая определённость или нет? Это лекция только я читаю, а вы чего не слушаете? Слушайте. Значит, а если вы только будете слушать, а я сейчас выйду, будет лекция? Нет. Не будет. А если я останусь, продолжать буду вещать, вы все, вы и дети, будет лекция? Нет, конечно. Значит, лекция – это вот такая определённость, которая у нас и ваша, и моя. Вы на лекции, я на лекции. Я лекцию читаю, вы слушаете, мы вместе с вами присутствуем. И это наша общая определённость, которая нас, а, соединяет, б, ну, я вот читаю лекцию, а вы слушаете, видите, что она и разделяет. На лекции один читает, а другой слушает. Правильно? Значит, одна и та же определённость, которая соединяет и разделяет два нечто, называется границей. Вот запишите. Не вижу, куда вы записываете. Или в голову запишите. Теперь будем смотреть, что такое предел. Значит, вот, видите, граница, которая соединяет и разделяет две части доски. Мел, конечно, у нас соединяет и разделяет безобразие и небезобразие. Так? Две части доски. Соединяет или разделяет? И соединяет, и разделяет. Потому что вот эта палочка, которую я нарисовал, она соединяет. Видите, она соединяет одно и это, и это. И разделяет, потому что это левее, а это правее. Вот представьте себе, что мы смотрим с вами сверху на территорию Земли. И вот летит самолёт. Самолёт. Или ракета. Пусть будет ракета. Калибр у меня тут нету этих самых крыльев. Вот ракета летит. Пока она ещё не подлетела к этой границе. Это предел для неё, это граница? Вот ракета пролетает. Смотрите. Вот когда она ещё не пролетела, не подлетела к границе, граница предел для неё? Да или нет? Да. Что да? По какой она предел? Она может ещё лететь. Какая она предел? Я не волнуюсь, это граница. Пока она не подлетела к границе, граница пределом не является. Вот у вас сейчас пределом для вас является ухудшение требований и ужесточение требований к приёму кандидатского экзамена. Сейчас для вас является границей? Нет, не является. А? Нет. Ну так и что? А тут что? Ещё не подлетел самолёт к границе. Вот он летит, ещё не подлетел. Значит, эта граница для неё является пределом? Нет. Так. Пролетел. Теперь граница является пределом? Нет. Что такое предел? Может быть, предел – это определённо соединяющие и разделяющие. Это определённо соединяющие и разделяющие – это граница. Вы повторяете это. Я сейчас уже говорю, посмотрите внимательно, значит, до того, как самолёт до неё долетел, она ему не мешала, то не была пределом. Когда перелетел? В состоянии, когда нечто находится на пороге другого. На пороге. Где тут порог? Порога тут нет. Порог, он бывает в доме, когда крыльцо. Может быть, это какая-то самая крайняя точка недостижимая? Крайняя точка. Но ещё вы решите логическую задачу очень простую. Значит, вот граница есть. Если вы до границы не дошли, она не предел. Если перешли, то уже не предел. Когда она предел? Когда мы что делаем? Что значит достигаем? Вы что, достигаете, останавливаетесь, что ли? Самолёт вот тут. Их, все падают. Так, что ли? Что здесь достигаем? Скажите. Находимся. Находимся. Стоите в ней. У вас самолёт потом с вертикальным взлётом так дошли. Касаемся. Касаемся. Касательную хотите привлечь ещё? Почему только касается? Вы не видели, что перелетел самолёт? Я вам специально рассказываю. Перелетел. Ничего никто не остановил. Может, когда мы даже не можем её перелететь? Не можем? Вот вам то. Вы что, никогда не летали на самолёте? Ну, на самокате прокатитесь через что-нибудь. На самокате. На самокате. На самокате, которая выступает. Вот. Чувствуете? Учитесь. Или у Гегеля, или вот. Перелетает. Да. Вот граница, которая переступает, говорит Гегель. Предел – это граница, которая переступает. И никакого другого вывода вы сделать не можете. Потому что у вас выбора-то нет. Потому что пока вы не дошли до границы, она не предел. А когда перешли, она уже не предел. Значит, она... А то, что мы её переступаем или переходим, вы видите, нет? Вот он. Переход-то налицо. Не надо от него прятаться. И не достигаем, и не находимся, и не становимся. Потому что никакой остановки тут нет. Тем более, если это самолет. Тут идёт. Так вот, предел – это граница, которая переступает. Можно раскрыть, как-то, что мы привыкли говорить, предел своих сил. Да, ну как, вот, представь себе, скажу. Вот берём Елену Исенбаеву. Сейчас вот пример вашей разберём, который вы хотите. Вы знаете такую Елену Исенбаеву, нет? Не знаете? Это чемпионка мира, рекордсменка по прыжкам в высоту. Она настолько, так сказать, великая и крупная спортсменка в том, что она установила 24 мировых рекорда. А что значит 24 мировых рекорда? То есть каждый раз она делала то, что не умеет. А что значит делать то, что не умеет? Выходить за свой предел. Вот она его переступила, вот, значит, и предел. Но когда она переступила за свой предел, опять у неё граница. Она переступила через эту границу. Она была, когда переступает, это предел. И опять у неё граница. То есть, такого, чтобы не было ограничений никаких, не бывает. И они восстанавливаются, эти ограничения. И вот тот человек, который постоянно выходит за свой предел, он называется рекордсмен. Или студент. Потому что студент, если вы понимаете, что такое не быть выпускником, не быть конфликтологом, а находиться лишь в становлении, ваша миссия состоит в том, чтобы постоянно выходить за свой предел. А тот человек, который никогда не выходит за свой предел, как его называть? Лентяй. Нет, ограниченный человек. Лентяй. Он, может, ничего сейчас не делает, а потом взять мед и придумает, и выйдет за свой предел, и вас всех перегонит. Он, может, отдыхал, а вы замученные были. И ничего не придумали. А он взял потом и что-то придумал. Бывает такое? Вон Илья Муромец. До 35 лет ничего не делал. Сидел на печи. Потом раз и стал. Побивать всех других богатырей, которые пришли на землю русскую. Бывает и такое. И вот человек говорит, я больше уже не могу, я дошел до предела. Ну, раз дошел до предела, иди дальше. Вот когда занимаетесь, чувствуете, что вы дошли уже до предела. Все. Что значит все? Все. Это значит, что со старым вы расстаетесь. Идите дальше. К новому пределу. И так все время переходите за свой предел. Это хорошо же. И тут приходят журналисты и говорят, ну, это беспредел. Такой категории нет. Такая категория только у журналистов и у этих самых уголовников. Беспредел. Нет такого понятия. А выход за предел есть. И это никакой не беспредел. Постоянно вы выходите за свой предел. Кто не будет выходить за свой предел? Ба. Ну, а как еще можно? Так? Ну, правильно же? Что это вы делаете? Целый семестр, лекции считаем. А вы все, какие у вас были границы, вы в этих границах остаетесь. Так вы выходите, переходите через границу. И вот вы переходите, переходите. Мы каждый раз новую границу устанавливаем, которую вы еще не переходили. Вот я объявляю тему новую. Вот развитие. Вот и поехали. Кто-то сказал. Кто-то еще не вышел за предел. А кто-то вышел уже. И пошли дальше. Потом кто-то вышел за один предел. Уже за второй предел вышел. А другие еще за первый не вышли. Или вышли, но уже ничего не сами. А надо стремиться и к самостоятельности. То есть, вы должны самостоятельно пытаться приходить к правильным выводам. Пытаться. И не бояться делать ошибок. Потому что таких людей, которые не делают ошибок, вообще нет. Это раз. Во-вторых, ошибки, которые делают студенты, ошибки, которые делает преподаватель, с моральной точки зрения оценятся совершенно по-разному. Если студент делает ошибки, во-первых, это он студент. Это совершенно нормальное явление. Вот если преподаватель, который считается, что он закончил, вышел, специалист, и он делает такую же ошибку. Вот это уже, так сказать, совести нет у этого преподавателя, если он такие ошибки делает. А совесть есть внутренний нравственный закон. А вам внутренний нравственный закон, когда вы делаете ошибку, говорит, ну ничего, в следующий раз не буду ошибаться. И успокаивает вас, не расстраивает вас. А что он должен расстраивать вас, правильно? Внутренний нравственный закон. Зачем вас беспокоить? Вы все лучше, лучше, лучше делаете. И хорошо. А мне внутренний нравственный закон что говорит? Что же вы так преподаете, Михаил Васильевич, что студенты ваши этого не знают, того не знают? Кто виноват? Вы ли студенты? Что я должен делать? Какой вывод? Если у меня внутренний нравственный закон, что я виноват или вы виноваты? Я. Что это за преподаватель такой, который у него студенты не понимают? Правильно я рассуждаю или нет? Вот вы бы были преподавателем, вы бы что сказали, валили бы все на студентов? У нас есть такой анекдот, что студенты попались. Объяснил один раз, не понимай. Второй раз, не понимай. Третий, не понимай. Четвертый, не понимай. На пятый раз, я понял. Они все равно не понимают. Вот такие попались студенты. Хорошие. Есть и другие поговорки, нет. У плохих инструментов есть плохие мастера. Вот, вот, мне не то попало, ручка не пишет, то не залагит, бумаги нет. Как я мог сделать, сочинить научный труд? Как, сочиняйте. Вам кто-нибудь запрещает сочину написать научную? Нет. Написали? Нет. Что ждете, когда состаритесь, что ли? Да. Зачем? Зачем ждете, когда состаритесь-то? Так, книгу кому-нибудь запрещают писать? Вы написали книгу, нет? Мы не обладаем достаточным количеством знаний. Никогда не будете обладать достаточным количеством знаний. Я про знания, мы уже с вами говорили. Когда будете обладать достаточным количеством знаний, будете эрудированный человек, информированный. Книгами написать не сможете. Чтобы ее написать, надо что делать? Писать. Писать надо. Ну, пишите себе. Кто-нибудь, не запрещает? Ну, хорошо. Я не говорю, что сразу прям публикуете. почитайте, что получится, что написано. Ну, кто сказал, что нужно писать в таком-то пожилом возрасте? Кто вам сказал? Что? У вас название книги есть? Ваши любимые, которые вы хоть проблемы выбрали себе? Вы диплом собираетесь защищать? Ну, так напишите название диплома и название книги. Пишите себе книгу, потом выдадите ее за диплом. Нет. Что, плохо, что ли? Да. А скажут, а вот уже защищать нам, пожалуйста, если вы сделали. А тут вы ждете того, что дойдетесь до четвертого курса, там вызовут, скажут, вот, тему утверждать, если не сдашь, не выпустим, получишь справку. Это вы, что ли, ждете? Надо сами выходить за свой предел. Или это я неправильно рассказываю? Мы же о развитии говорим. Кто заинтересован в развитии? Вы или я? Вашим. Вы. Ну, я тоже заинтересован. Скажут, что это вы такой преподаватель, что у вас студенты не развиваются. Это я тоже заинтересован, чтобы меня не обвиняли. Но кто больше заинтересован? Были ли я? Ну, вы, конечно, ну и давайте. То есть, получается, знаменитая фраза «бесконечность, не предел» не имеет смысла? Бесконечность никаких пределов не имеет. Какие бесконечности пределы? Если вы дойдете до бесконечного, скажем, учения о бытии, вот «конечное» имеет предел, а «бесконечное», конечно, не имеет пределов. Наоборот, в «бесконечном» есть «конечное». Вот «бесконечное» человечество есть «конечное». Вот сидит, что это «конечное» человечество. «Конечное». Но он в единстве «бесконечным» он. Правильно же? Вы человечество принадлежите ко всему. Все «бесконечное» человечество и «вечное» состоит из конкретных людей. Одни только на первой парте сидят, другие на последней. Вся разница. Ну, хорошо же. Хорошо же так понимать развитие. Правда? И никто вас не ограничивает. То есть, граница у вас есть, но вы можете все время выходить за свой предел. Вперед. Творите. И надо вообще запомнить, что человек только тогда развивается, когда делает то, что не умеет. Вот берите пример детей маленьких. Кто наблюдал, у кого там есть маленькие сестры, братья, так сказать, знакомые, видел, что они делают. Сначала они не умеют голову держать. И что они делают? Они пытаются научиться держать голову. А эти стоят взрослые. Думают, сейчас голова откатится, отвалится, потому что он там вот крутая. Потом уже ее так держат. Ну, покачивается, но держит. Потом его положат. Он как вот жучок, который. Знаете, есть такие жуки. Есть щелкунчики. Они если бы перевернулись, они так щелкнут и подлетят. И переворачиваются. И на ножки становятся. Но таких немного жуков, которые умеют это делать. Основная масса, она так подболтает и болтает своими лапками. И их ссать не может. И она легкая добыча там. Для всех, кто их прилетел, варбей склевал этого жука, и на этом закончилось все. Но в отличие от них, вот люди, маленькие люди, что они делают? Они барахтаются, а барахтаются, раз, и переворачиваются. А он что делает? Он что пытается делать? Сделает то, что он не умеет. Он не умел переворачиваться, переворачиваться. Теперь он умеет переворачиваться. И что дальше? А начинает дальше вот так вот руками и задом начинает назад вот так ползти. Он умел раньше ползать? Вы, когда были грудным ребенком, умели ползать сначала? Не помню. А я помню, что вы не умели. А потом он начинает уже ползти вперед и загребает. Потом это вот вдруг... Когда человечество перешло к прямохождению, это историческое было явление такое, правда? Это давно-давно было. И вдруг, этот же человек, который повторяет историю человечества, раз, и начинает вставать. Он, конечно, падает. А как вы хотели? Падает. Но он что делает? Он разве умел ходить? Ребенок. Это все проходят. Все вот здесь находящиеся обладают таким замечательным свойством, которые из-за своей солидности, которую вы очень рано приобрели, очень рано приобрели солидность. Они начинают это терять, это качество. И сказать, ну, как же, я уже студент у Санкт-Петербургского университета, и как я буду выходить за свой предел? Я буду делать то, что я умею. А что я умею? И все. И кончилось развитие. Закончилось на этом. Закончилось. А этот самый, он же не знает, ребенок, что, оказывается, не надо вставать. И он встает. А потом он начинает еще и ходить. А он умел до этого ходить? Нет. Ну, а когда он уже еще и говорить начинает, ну, это вообще... Мне понятно, что сначала кошка, которая, если у вас есть, она думает, что она важнее, чем этот ребенок. А потом, когда ребенок начинает говорить, эта кошка уже все. Она далеко от него отстала бесконечно. Потому что он уже говорит. А если он начинает говорить, он может уже передавать мысли. Потому что мысль выражается и проявляется прежде всего в языке. А когда человек начинает передавать мысли, он уже общественный человек. Он тогда же человек, который соответствует своему понятию. Он уже соответствует понятию человека. А если он еще не может говорить, ну что? Он еще этот предел не перешел. То есть, развитие, можно сказать, состоит в выходе за свой предел. Вот. Можете написать клятву. Клянусь, всегда выходить за свой предел и подписаться кровью. И потом можно уже не выходить. Все равно у вас есть отмазка, бумажка, если что. А у кого-то есть внутренние нравственные незаконные, если он уж он поклялся, выходить за свой предел, он будет выходить. Да? А кто не поклялся, не выходит, клятва преступник. Так. Так, всякое ли изменение, это развитие? Нет. Нет, конечно. Правда? Поэтому, вот скажем, такое широко распространялось, распространялось утверждение, которым оглупляли целый народ. Все народы Советского Союза. Перестройка. Перестройка – это что-то положительное, или что-то отрицательное, или не... Перестройка. Как вы относитесь к перестройке? Что означает этот термин? Ну, перекраивание, переделание. Перекраивание, переделание. Это хорошо или плохо? Сложный вопрос. Почему сложный? Нельзя сказать... А? Как вот вы сказали? Как вы сказали? Как вы сказали? Нельзя сказать... Нельзя сказать... Чего нельзя сказать? Нельзя сказать, молчите. Есть и положительные, и отрицательные качества. Последствия. Чего качества? Последствия. Перестройки. Ну, эффективно она или нет, можно... Вот вы сейчас за столом сидите, а мы-то сейчас... Вот, у меня тут помогут, товарищи, мы вас сначала положим на пол, а сверху стол поставим на вас, чтобы вы сразу из-под него, и поддержим. И вы тогда насчет качеств не будете рассуждать, и сразу вам покажется, эта перестройка имеющая... Только вы кроме этих отличных, это разделение на разные качества, не можете в целом оценить? Я скажу, вот вы хороший человек, у меня есть разные качества, могу зарезать. Что вы рассуждаете? Да. Что да? Так так и есть. Только пока вы зарежете, вас прибьют еще. У нас, смотрите, сколько народу. Вообще да. Так что, неправильно вы сделали, а вам отступать-то некуда из этого угла, все. Попались вы. Сейчас вот тут справедливо возьмите, наступит. То есть... Мы же не жили до перестройки, нам сложно сказать. А? Мы же не жили до перестройки, нам сложно сказать, как хорошо это не было. Зачем для этого жить? А что вы при древнем Риме не жили? А что вы не знаете, не можете сказать, рабство хорошо или плохо? Если вы раб, то я вам плохо, а если вы рабовладелец, то может вам и хорошо, а я раб. Что? Только вы можете говорить только о том, где вы жили. Ну да. А что в соседней комнате вы сейчас там не сидите, вы не можете сказать, что там комната? А сказать вам, что на первом этаже есть буфет, рассказать вы там сейчас не сидите. Что вы говорите? Что вы такое вообще? А если бы не были, что это? Нет, вы в Третьяковской галерее были? Нет. И что, нет ее, Третьяковской галереи? Вот сейчас в Московском доме художников выставка Коржева, самого крупного реалиста живописи. Гелия Коржева. А что ты даже? Еще нельзя ничего сказать, если вы не были. Да ну прямо, ужас какой. Так человек вообще, когда он занимается, если студент, он все время изучает то, где он не был. Вы тут вообще, в понятии развития вы тоже не были. Вместо того, чтобы думать, как выйти за свой предел, вы начинаете городить новые пределы. Себе нагораживать, как я могу говорить о том, чего я не видел. Ну как чего не видел? Сейчас вот я выйду вот сюда, вот сюда, вот зайду за эту стенку, вы меня уже не увидите. И что, нельзя про меня еще говорить? Может наоборот, вы как раз и начнете про меня говорить, как только я выйду из аудитории. Так. Ну если перестройка, вы поняли, что это? Вот здесь правильно сказали. Что такое? Это перестроение, переделка. Ну переделка может в лучшую сторону, в худшую сторону. Если она в лучшую сторону, значит это хорошо, а в худшую сторону плохо. А просто перестройка, если она не указывает направление этой перестройки, содержание перестройки, само по себе, само по себе перестройка, бесцельная, бесцельная, бессодержательная, может нанести только вред. Правильно? Вот когда люди наши здания пытались привести в порядок, у них все-таки была цель его не просто как угодно перестраивать, а привести в соответствие с тем, это историческое здание, как оно было построено, и в соответствии с замыслом, и скажем, не перекрасили его фиолетовый цвет, а оставили желтым. А могли бы и фиолетовый, тоже была бы перестройка. Вот московский Кремль перестраивали или нет? Он же деревянный был. Ну, так это хорошо, если деревянный, но если был бы плохой архитектор или архитекторы, то получилось бы хуже, и бывает деревянное изотчество гораздо лучше, чем некоторые каменные здания. Правильно? Поэтому сама сказать заранее, что перестройка – это хорошо, вообще нельзя. И сказать заранее, что эта конкретная перестройка плохо – нельзя. Но про перестройку, если она берется абстрактно, бессодержательно, это всегда плохо. А потому что нет содержания. А раз нет содержания, значит, каждый идиот может туда вложить идиотское содержание, реализовывать. Вот Горбачев, что есть, какое содержание имел перестройку? А выяснилось, что перестройка – это изменение строя общественного. Перестрой. Был один строй, стал другой. Это даже в самом языке видно. Перестрой. Больше какой был? Социализм, теперь капитализм. Нет Советского Союза? Перестроили. Перестроили, переставили, и дома не стало. Причем дома 25 миллионов русских оказались за границей, которые в России жили. Потому что Советский Союз был формой существования российского государства. Между прочим. И Советский Союз отличался от царской России по размерам, только уменьшению территории. Потому что была еще Финляндия и Польша. Правда? в составе России. Так что вот к чему мы должны приучиться в таком внимании вообще к понятиям. Какой смысл этого понять? Если человек просто говорит, я за перестройку. Потом вроде понятие перестройки дискредитировало себя, уже поняли люди, чтобы этим прикрывать всякого рода разрушения. потому что разрушение. Давайте вот у нас есть выставочный зал на Исайдерской площади. Что там раньше было? Никто не знает. Около него кони стоят. Кони стоят. Видите или нет? Там конюшни были царские. Конюшни перестроили. Выставочный зал. Хорошо. А если выставочный зал в конюшни перестроить или в хлев, это хорошо? У вас не возникло желание? Ну, у нас вот взяли страну и перестроили. И вот у нас за 90-го года обрушилась экономика. Вдвое упало вниз. Это что тут думать? Хорошо это или нет? Ну, вдвое упало. Не говоря уже о том, как результаты экономики, куда будете обрушить, что у всех стало богатство меньше. Перестройка всегда влечет за собой какой-то упадок. Чаще всего. На временный упадок. А потом вновь развитие. То есть, если идиот приходит к власти, то становится временный упадок, да? Да. Ну, пока это уйдет у власти. А потом начинается развитие, а оно что, куда-то девалось? Развитие может исчезнуть. А разве у развития нет реакционных периодов? Есть. Ну, почему же начинается развитие? Развитие никогда не кончается. Да, начинается прогресс. Ну, так, дорогой товарищ, вот теперь вы правильно говорите. Вот теперь вы правильно говорите. Что прогресс берет вверх. А так, значит, идиный регресс был. Ну, прогресс тоже был, но он, так сказать, был, так это, вялопротекущим, ползущим. Были силы, которые выступали против. А потом наступило, вперед Ельцина, реформирование. Вот вы за реформой или против реформ? За реформой. Ну, пойдите сейчас, подстригитесь нагло. Это будет изменение формы. Ну, вы же вот не то, чтобы сказать, не чтобы сказать, только что мы вот аналогичную вещь рассуждали, что может быть такая перестройка, может, всякая, может, прогрессивная. Ну, может, есть прогресс, изменения бывают, прогрессивные, реакционные. И зачем вам это надо? Ну, если бы просто за реформой, значит, вы за всякую глупость. В том числе. И за хорошие. И за глупость. Ну, до хорошего это надо додуматься. А до глупостей люди додумаются очень быстро. И тогда глупость затапливает просто всякие умные вещи. А что вам это? А что вы снимите очки? Это будет изменение формы. Да и рубашку можете снять. Еще так, не холодно. Да? Покрасьте волосы в белый цвет. Это тоже изменение формы. Содержание у вас остается. Судент, все, конфликтолог, все хорошо. Давайте только форму поменяем. То есть, а форма содержательная или нет? Нет. Сначала качать головой так, потом так. Выдавить диалектик. Форма содержательная. Изменяешь форму, на самом деле изменяется содержание. Всем известен такой факт, что если у вас ожог, если это ожог 60%, уже не спасти человека. 60% кожи. Только кожа затронута. Главное у человека мозг, сердце. Все хорошо, все в порядке. Только вот кожа обожжена. И все, человек пропадает. Форма содержательная. А бесформенно, бесформенно, это безобразно. То есть, безобразно. Вот если вы, я, говорит, написал хорошую статью. Только у меня там не те слова и не те мысли. Форма не та, а статья отличная. Ну и статья о барахло тогда. Ну форма это всего лишь очертание содержания. Это вы откуда взяли? У Гегеля? Нет, не у Гегеля. Ну возьмите у Гегеля лучше. Из второго тома. Учение о сущности. Там вы узнаете. Можете сказать? Форма? Нет, это надо считать. Там это так сказать. Можно, она же не будет. Это же надо пройти этот путь. Как вот можно сказать? Понимаете? Вот чтобы определить какую-то... Ну я понимаю, вот мы с вами даже проходили до изменения. Мы целые занятия проходили до изменения. А если вы хотите дойти до формы, иначе вам надо пройти через всё бытие, а бытие включает в себя качество, количество, меру, снятое бытие. Вот снятое бытие – это сущность. То есть если я хочу говорить о вашей сущности, мне уже важно не вот как вы выглядите, как вы есть, а что за этой, вот за внешней этой оболочкой, за бытие. Это уже подход к тому, что вот это ваше бытие окажется лишь формой. Форма у вас студента. Но содержание какое у вас? То есть, вот и там такие категории вы увидите, как форма и сущность. Сущность – форма и материя, форма и содержание. Всякое содержание оформлено. Всякая форма содержательна. Это очень важно. Не бывает формы без содержания. Нельзя их разделять и разрывать. Если вы уничтожите форму, уничтожите содержание. Поэтому всякое реформирование может быть средством уничтожения. Ну вот, например, как можно сказать, что начиная с 90-х годов, у нас, если до этого в Советском Союзе, прирост населения был стабильным, то есть, все время рождаемость опережала смертность. Начиная с 90-х годов, вот рождаемость пошла вот так вниз, смертность пошла вверх, и это называется, как бы, вот этот крест по реформе после России современной. То есть, мы получили падение вообще численности населения постоянной. И сейчас вот где-то оно теплится уже чуть-чуть, вот где-то на уровне один к одному. Но не настолько, чтобы Владимир Владимирович взял, так одел какой-то новый пиджак, вышел и сказал, теперь в нашей вот новой России рождаемость устойчива превышает смертность. Можно так сказать? С удовольствием бы сказал. Вы бы были президентом, я думаю, вы точно бы это сделали, правда? Для этого надо иметь что? Не ошибку статистического порядка, там чуть-чуть побольше, чуть-чуть поменьше, а так, чтобы это серьезно было, значительно, нету значительно. То есть, вроде бы как, уже такого разрыва нету между смертностью и рождаемостью, ну и такого опережения нет. И в связи с этим обсуждаются, а оставить ли нам материнский капитал? Я-то в темноте своей думал, что материнский капитал – это не то, что надо обсуждать, оставить, не оставить. А что они, в будущем не надо, что ли, помогать матерям, семьям? Тем более, что материнский капитал состоит в том, чтобы матерям ничего не давать. Это чей капитал? Где эти деньги? В банке лежат. Значит, банк может давать их в рост. Что они делают? Вы можете потратить на определенные… Ничего вы не можете потратить, потратят за вас. Вы ничего не можете потратить, вам денег никто не дает. Материнский капитал означает, что есть, открывается счет, на него кладут определенную сумму денег. Эти деньги у кого находятся? У матери или у банка? У банка. Если я банкир, что я буду делать? Вам кредит нужен? Сейчас вот мы соберем всех, кто получил материнский капитал. А я всю сумму кредитов могу вам дать, вам дать, вам дать. Вот вы будете себе бодинки покупать. Потом отдадите проценты. Проценты я положу к себе в карман. Дальше. Значит, материнский капитал можно использовать на образование. Дети, вот когда у матерей будут уже, и отцов, у семей будет там 16 лет, они пойдут в ВУЗ. Да? Что ВУЗ и тогда будет платный? Что, оказывается, можно заплатить за ВУЗ. То есть, а кто заплатит? Мама? Нет, мама не заплатит. Вот когда у него будет такая ситуация, уже будут взрослые дети, которые она мучилась с ними до 16 лет, и вот тогда они пойдут в ВУЗ, а она это сообщит этому банку, и банк перечислит эти деньги. А до этого он все 16 лет будет крутить эти деньги. Чей это капитал? Ну, чей? Ну, банковский, конечно. Потому что капитал – это самовозрастающая стоимость. Она что, у матерей самовозрастает? Вам дали деньги, и вы их положили, они растут? Куда? Ходя в Сбербанк? Нет. Вам никто их не собирается давать. Или вы можете начать строить жилье. Ну, и какую сумму составляет этот материнский капитал в расходах на квартиру? Ну, 10%. То есть, если вот вы найдете 90%, вот вам еще 10% с этого счета из банка перечислит. А если вы не найдете 90%, то и... Потому что только если вы уже покупаете квартиру или строите ее, ну, и не сами лично, вот так сказать, входите в число дольщиков, только тогда вы получаете... Так что все эти разговоры про материнский... Вот она форма. Форма такая, что они какой-то не материнский капитал. А это такая форма помощи. Форма помощи. Но название тут абсолютно не соответствует содержанию. Что, вы думаете, матери пропьют, что ли, эти деньги? Ну, если у меня есть вот деньги у государства, почему? Вот кто-то собирается быть матерью. Почему нельзя помочь прямо? Отдайте деньги и все. А-а-а. Ну, так а что, вы, может, их тогда будете как-то использовать? А что, матерям нельзя доверять? Как там, конечно. Они не смогут, они используют деньги. Думаете, они пропьют, и дети останутся ни с чем. Но если есть такие, которые им нельзя доверять, так они у нас по отдельной категории проходят. Может, им и не надо доверять. А что, всем, что ли, не будем доверять? Почему вот вам нельзя доверять? Я вот вам доверяю. Видите, у нас уже элементы доверия появились. И вам тоже доверяют. Это вообще мои приближенные. Видите, они ближе мне всех остальных. А вы самые удаленные. Ну, иногда вы правильные вещи говорите. Папа, ты, я отмечаю. Как только вы что-то хорошее скажете, я обязательно отмечаю. Мне это очень приятно. Так, ну вот, мы с вами, значит, теперь знаем, что есть разные концепции. Вот есть концепция развития. То есть, вот просто изменение по форме или перестройка, это еще не развитие. Может быть, деградация, ухудшение. А есть такая концепция развития, что вот больше. Она особенно вот на этапе, в последнем этапе движения социализма в СССР применялась и Горбачевым, и Легачевым, при всем их различии и позиций. Дескать, вот больше социализма. А как может больше социализма? Может так быть? Это что? Крупа, мука. Что это? Песок сахарный. Как может больше социализма? Вот в переходный период от капитализма к социализму был уклад капиталистический и вклад коммунистический. Значит, больше развивается, расширяется коммунистический уклад и сжимается уклад капиталистический. Тогда вот к этому применима формула больше социализма. Правда? А когда у вас общественная собственность, она уже с середины тридцатых годов, у нас социалистический срок. Как может больше социализма? Больше уже не может быть. Вот больше студента. Могу я такое сказать? Что, не можете поесть что ли побольше? Будет больше студента. А еще поешьте. Еще будет. Купите спортивное питание. Придет в следующий раз. Вы в следующий раз не занимайте это место, потому что он будет с вами тут не разместиться. Что, если больше, это что? Значит, великий человек, если он большой что ли? Сравнивать разные критерии. Только они можно сравнивать. Разные. Если нет разного, нечего и сравнивать. Если вы этого разного нет у вас, то можете сразу сравнивать не разные. Дорогие товарищи. И говорят, нельзя сравнивать. Как можно нельзя сравнивать? Что можно запретить сравнить? Показатели можно, но разные критерии нет. Где вы взяли разные критерии? Я же критерий тут один. Больше? Больше. Критерий развития это больше. вот этот критерий вот этот вот этот да тут нет вообще развития когда говорим о больше это не является критерием развития на вашем языке сейчас говорю увеличение или уменьшение не является само по себе критериям развития есть великие люди но они велики не своими это сказать размерами а делами хотите быть великим человеком не важно чтобы в углу сидите важно что вы сделаете в жизни правильно вот и вы потом скажете хоть там он меня критиковал нападал но я вот сделал то чего он не сделал и это будет хорошо и чем не плохо будет что сказать вот студент я сомнения даже выражал он все эти сомнения растоптал его стал великим человеком что плохого там ничего плохого нет я можете нападаю на вас саша чувствую что-то у вас там когда растет думаю может у вас быть спортивная злость появится значит такой спортивная спортсмен нет уж я должен его выиграть это соревнование злой такой становится и выигрывать но это спортивная злость это не значит он лезет дракон нет он хочет добиться большего и показать что он может победить в этом споре или в этом в этой борьбе спортивной так вот это мы рассмотрели какие неправильные а правильное понимание значит у нас получилось такое развитие что развитие это движение низшего к высшему простого сложному да и второе что это движение идет через разрешение противоречий противоречия что в развитии с противоречия и в этом вот характеристика или особенность диалектического понимания развития развитие как движение через разрешение противоречий через борьбу противоположностей вот вы скажем не заметили сейчас вы иногда правильно скажете иногда неправильно скажете это и есть развитие ваше через борьбу противоположностей а как иначе может быть а иначе никак не может а тот кто не пытается высказываться он может вот этого не проделает этой работы поэтому как в этом смысле я вот приветствую чтобы у нас так и предполагается наше занятие что надо есть выступать отставить свою позицию ну и стараться свою позицию обосновывать конечно это нормально совершенно не уклоняться от этого я не думаю что вот если будете на меня умными глазами смотреть от этого еще и от этого не вырастешь то есть надо использовать возможность но вы заметили я буду тоже возражать но это хорошо что вам возражает то есть вам какой нужен если вы хотите вырасти вам соперник должен быть серьезный или несерьезный ну если серьезные вот и вы уже поняли что если какую-то глупость лягните обязательно скажу что это глупость ну так значит вы понимаете с кем вы эти дела так давайте а если вы что-то умное скажете что я скажу что глупость не это скрыта умная молодец хорошо так ну вот теперь какое бывает развитие значит на развитие бывает а революционная и б революционная чтобы чтобы это понимать то что я сказал надо знать что такое эволюция и что такое революция правильно начнем с того с того что такое эволюция кто скажет что такое эволюция тихо приближенные тихо 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 они может скажут или не скажут потом пойдем дальше да конечно эволюции что такое развитие конечно это ясно если я говорю о развитии какое развитие является эволюционным эволюционным поэтапно и долгая despite amazing и долгая часть если бы если не поэтапное то они эволюционные вот это я думаю берете вот быть на этом настаиваешь что обязательно какой начин и длительные эволюции это длительное развитие то то значит тогда это эволюция а в ходе длительного развития бывает революции что тогда это не это все эволюции то есть тоже не не получается вот человечество длительно развивалась это эволюция да нет это развитие а потому что вы в ходе этого развития сколько было революции а вы говорите для а длительный 90 тысяч лет прожили при первобытно-общинном коммунизме потом было рабовладение потом феодализм капитализм социализм потом у нас у буржуазные строя снова в россии вот длительный а сколько у нас и революция была и контрреволюция была не не подходит не проходит естественно начали революция это не естественно противоестественное это у вас какая-то реакционный взгляд вообще на движение общества революция то что люди влияют на что-то чтобы изменить на цели на что люди не разве не изменяет постоянно свою жизнь постепенно вот постепенное изменение вот тут сразу два человека сказали совершенно правильно постепенное изменение называется эволюцией постепенное изменение а в ходе постепенного изменения могут быть скачки или не могут быть скачки в ходе революции а как они называются перерывы постепенности перерывы постепенности называется скачками скачками они называются скачки например и они обязательно революция например вы чайник вообще кто-нибудь видел как вскипает чайник электрический или да постепенно идет изменение нагревания нагревания а потом шум шум знаете что такое откуда шум электричество шумит правда откуда шум а что еще вода закипает что если она она застань и нагрелась не надо она за шум начинается раньше нас не обманешь тут все люди уже грамотные они видели копчайники закипать чего куда он выходит кислород кислород шумит хочу шумный такой газ вибрация думаете вибрация тоже точно происходит это вы заметили правильно но думаете из-за вибрации что он начинает выручать начинать не это лишь шум такой отчего шум вот учитесь учитесь надо внимательнее взглядываться в эту в бытие значит что происходит появляется что такое пузырики пузырики это вода превратилась во что опара ты что это вода или не вода 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 какая вот все эти как хорошо вода в газообразном состоянии часть воды какая у которой ближе к днищу правильно потому что там нагревательный элемент вот она значит там около дна появляется появляется пузырики водяного пара то есть воды превратившиеся в газообразное состояние и они начинают подниматься вверху вверх когда они поднимаются вверх не какого-то до шума но уйдет пузырик вверх какой-то будь шум никакого а потом что происходит когда он переходит в холодные слои воды потому что чайник сверху вам врача не прогрелась но не весь чайник кипит а вот эти пузырики что происходит наверх в верхних слоях с этим пузырьком но вы начали что лопается лопается он что вот лопается так вот лопается это не то слова лопается да будут сами те когда шар надуваешь и потом а он-то что у вас надувает или наоборот ликвидирую себя что происходит ликвидируется шарик этот а или лопается лопается ты когда он разрывается шире еще больше а он ради шире становится или вообще он пропадает на оборот пропадает он почему пропадает потому что он попал в холодные слои, а когда водяной пар охлаждается, он конденсируется и превращается обратно в жидкую воду. Не лопается, а схлопывается, это называется. Схлопывается. Захлопываются эти самые пузырики, схлопываются они. И тогда получается то же самое, что вот у вас две стороны пузырика. Смотрите сюда. И маленькие-маленькие аплодисменты. Что здесь приближающимся вскипанием сяйника. Все пузырики идут вверх и образуются. И вот аплодисменты все. Громче, громче. И все это начинает бурлить, потому что тогда уже это не отдельными пузыриками, а вода начинает уже значительными порциями превращаться в газообразное состояние. И тут срабатывает уже соответствующий элемент, который выключает чайник. И все. Ну вот это скачок или нет? Постепенно развитие было? Было. Изменения были? Были. Были. Скачок был? Было. Переход воды в газообразное состояние, скачок? Да. Ну вот это же перерыв постепенно еще. Было вот все теплее, теплее. Вода в два раза в газ перешла. От революции? Нет. Революция. Не революция в чайнике. А если в чайнику и оставили, и уехали на даче, а оно там раз и замерзло все. Это что, контрреволюция? Нет. Нет? Нет. Но чайник скорее более. Но регресса налицо. Вода. Это вода в твердом состоянии. А чайник может, может быть, еще он и поработает, а может быть, и выбросить придется после этого. То есть, все равно это не контрреволюция, и чайник можно новый купить. Короче говоря, эволюционное развитие можно включать в себя скачки. И поэтому не всякий скачок можно называть революцией. Какие скачки вы можете усмотреть в развитии капитализма? Имейте хоть какой-нибудь скачок? Можете усмотреть в развитии капитализма? Научная революция. Какая? Научная. Только научная чего? Она в науке, а не в развитии капитализма. В науке целая революция произошла. Ну и что? А где в развитии-то чего? В науке революция прошла, а в практике революция не прошла. Ну и все. Поздравляю вас, если вы ученые, я вас поздравляю. Или вы меня поздравляете, я ученый. Монополизация? Какая? Монополизация. Да, монополизация – это процесс. А вы какие скачок-то в чем? Вот монополизация – это процесс, в который переходит конкуренция. Правильно? Какие? Где скачок? В чем скачок? В буржуазной революции? Да, в буржуазной революции давно была. Это после феодализма. Это скачок. Ну так, а в самом развитии буржуазной… Мы уже берем не революцию буржуазную, а развитие буржуазного общества. Вот развивается буржуазное общество. В нем есть скачок какой-нибудь? Вот вы ближе всех подошли к этому, но не сформулировали правильно. Была конкуренция, и вот нет конкуренции, скачок. Скачок. А что нет? Вот если его нету. Был студент, и нет студента. Это хорошо, что его зарезали, или вы выпустили его из университета, и он специалистом. Как-то так вы излагаете, что хочется милицию вызывать. Что вы так говорите? Была конкуренция, и что стало-то? Ну, так это же другое дело. А сказать, что была конкуренция, и нет. Украли конкуренцию. Ну, небось, судить будут. Значит, был капитализм свободной конкуренции, а превратился во что? В монополистический капитализм, который называется империализмом. Это скачок? А капитализм в строй остался? Остался. Значит, в развитии строя общественного могут происходить скачки, в принципе, могут происходить скачки, и при этом он остается тем же самым строем. Вот так. А в развитии коммунизма можно так же указать скачок? Вот коммунизм. Переход от капитализма к коммунизму. Это переходный период от капитализма к коммунизму. Это не развитие коммунизма. То есть, для перехода существует другое понятие, которое мы с вами изучили, хорошо знаем. Становление. Если начинается развитие коммунизма тогда, когда закончилось становление. Правильно? Сначала идет становление, потом в развитии. Вот в развитии коммунизма есть какие-то скачки? Или нет? Исторический советский союз берем? Советский союз мы не берем. Мы берем коммунистическое общество. Неважно, где он в Советском союзе. Зачем набрать Советский союз? Да, наверное, у нас есть скачки. А? Есть. Как в общем скачок? Когда власть пролетариата теряет свой политический характер. Когда она исчезнет, да? Да. А когда она исчезнет? А когда она исчезнет? Что для этого нужно? Она же исчезнет не сама по себе. Когда случится революция, если вернут монахию. О, это вы нас откатили. Это вы в реакцию впали. Хэ, давно. Мы о развитии социализма говорим. После переходного периода. Вот только что уточню. После перехода. Уже переход к коммунизму завершен. Уже коммунизм идет. Коммунизм. Вот коммунизм имеет два этапа. Когда не будет нужды в государстве. А когда не будет нужды в государстве. Когда все. Вот когда мне не нужно будет вам приходить и говорить, вы чего так плохо занимаетесь? Когда это будет? Когда я пойму, что мне это будет. Вот. Когда вы поймете, наконец, что вы поймете, что это вам нужно. Вот. Все дело в сознании. То есть мы ждем, когда изменится сознание. Оно все не изменяется, не изменяется. Сознание или бытие изменится? Если мы хотим, чтобы ваше сознание изменилось, мы должны о чем подумать? О вашем сознании или о вашем бытии прежде всего? не уж то бытие определяется знать они уж то нет вы думали кто такой нет марксистской точки зрения вы это у вас глубокое заблуждение вот такого высказывания чтобы здесь определяется на не вы не найдете но если только найдете не у марксистов каких дурачков общественное бытие определяет общественное сознание совсем другая мысль то есть если в общество буржуазное то сознание какое-то общество ну естественно буржуазное если общество вас феодальное сознание общества феодальное какое но какие мысли в головах у у крестьян крепостных феодальные или крестьянские как вы считаете какие мысли господствуют в обществе как спросу и мысли господствующего класс будет в этом марксизм состоит А не в том, что вот, видите ли, бытие определяет сознание. Бытие, вот что, то, что вы съели, от этого зависит, что вы сейчас сказали, что ли? Нет, не так. А человек, вот в тезисах о Фейербахе, если о марксизме решёт, надо брать слова Маркса, а не какого-то Иванова, который что-то там придумал и не разобрался. Да, ну. Так? Значит, что говорит Маркс? Что человек из продукта, обстоятельства, воспитания. Кто вы, определяется не тем, какое у вас бытие. А кто вы, определяется тем, кто вас воспитывал, в каких обстоятельствах, кого вы встретили на жизненном пути, кто на вас повлиял. Например, товарищ Ленин, он принадлежал к дворянам, он дворянин с 16 лет. А вы являетесь вождём мирового пролетариата. Но у него, правда, его брата повесили за покушение на царя. Это могло на него повлиять? Да. Могло. Или декабристы, они какой класс вообще представляют? Какое у них бытие? Дворянское. А вы что говорите, что бытие определяет сознание? У них феоданское, дальнее дворянское бытие. Они же выставили против крепостного права. А вы что говорите? Да я вам... Темнота. А что вы мне? Что вы мне? Чушь вы мне говорите. Я не сказал, что я с этим согласилась. Да ещё сказали, что... Ещё бы не хватало, чтобы вы с этим согласились. Ну, хорошо, что не сказали. Молодец. Но это и не марксизм. Какой же тут марксизм? Нет такого марксизма, глупости такой, чтобы... Но я хочу сказать, что вот это ходячее представление дурацкое о том, что якобы бытие определяет сознание. Да нет, конечно. Социальное бытие... Да, определяет социальное сознание. Ну, это понятно. Всем понятно, что у кого в руках все средства производства и все средства воздействия на сознание, тот и определяет. Вот в соответствии с этим тезисом, что социальное бытие определяет социальное сознание, вы можете сделать прогноз, кто победит на выборах 2016 года? Ну, можете? Ну и кто победит? Кому надо, тот и победит. Правильно? И вот люди думают, кто победит, кто победит? Ну, просто смешно. Мне сегодня утром в 8 часов позвонил товарищ Мироненко. Он, значит, был директором музея квартиры, где... Аллилуйя. И там, где Сталин бывал. Потом он неоднократно выступал с докладами в защиту Ленинского мавзолея такой. Ну, как бы такой вот, вроде как коммунист. И вот он звонит мне сегодня утром и говорит, Михаил Васильевич, я тут выступил со статьей про Сталина, о том, что Сталин, вот, роль Сталина в защите Ленинграда. Я говорю, ну, хорошо. Он позвонил в 8 часов. Он решил сообщить, что вот такой вот, я смелость такую проявил, что никто такую не проявлял. Я говорю, в чем смелость? Ну, в чем смелость? Ну, выступил и выступил со статьей. В чем-то такая смелость? Ну, если бы, скажем, я не знал, что такое выступить со статьей. Ну, в чем бы это смелость? Написал статью, да, опубликовал. В чем тут смелость-то? Это же не на брус твердого пошел. И никак Александр Матросов пошел на ДОТ, на пулемет. Ну, хорошо, говорит. А еще, говорит, я сейчас участвую в праймерис. Так и в праймерис ты участвуешь-то в каких? В какой, в Бабу? В урожайной партии? Ну, а еще, говорит, другую сейчас нету, которая проводит праймерис. Я вот в Единой России. Я положил трубку, не стал с ним разговаривать. Я уважаю людей, допустим, из Единой России. А когда человек, так сказать, изображал, что он там защитник Ленина и представитель рабочего класса, и тут же, как только выбор, и побежал. Побежал в праймерис, потому что туда есть возможность пройти, и там 400 тысяч в месяц получать. И, называйте, в таких случаях крыша у человека пошла. А вы почему в ДОМа не идете? Почему не идут? Рано еще. А? Рано еще. Рано только. То есть вы дождетесь, когда будете как Мироненко, и тогда пойдете. Понятно. Вот только можно идти туда без лицемерия. Мне кажется, если бы ваш друг... Вы же сказали, что вы уважаете людей. Если бы ваш друг не выступал за то, что он из рабочего класса... Да, тогда нормально. Вы бы не положили? Да, я бы не положил. Конечно, я считаю, что эти люди, которые имеют свою точку зрения, отставят свою позицию. А вот те, которые сегодня имеют одну позицию, завтра поворачиваются на противоположную, потому что они почувствовали выгоду, конечно, их уважать-то не за что. Это, так сказать, предатели. Причем они не кого-то предают, а сами себя, прежде всего. Вот только мы с вами спорим, вы отстаиваете, а потом вдруг завтра я прихожу, а вы вообще со мной не спорите, а со всем соглашаетесь. Я говорю, что? Я бы сразу вас перестал уважать. Ну, правильно? Ну, как? Человек вообще ничего не отстаивает. Дескать, давайте. И смотрит на меня, чтобы чего бы сказать, чтобы мне понравилось. Чего изволите. Вы уважаетесь, чего изволите таких людей? И я не уважаю. Так что у нас с вами очень хорошие дружественные отношения. Правильно? Хорошие у нас? Ну, вот и все. Я сегодня вам отметил, когда вы очень хорошо и удачно выступили. Я это не пропускаю. Я жду. И все товарищи, которые выступают, и есть что сказать, и это мы должны отмечать. Это правильно, это хорошо. Ну, вот, значит, что мы получили? Мы получили, что не всякий скачок является революцией. И до революции мы не дошли, а рассуждали только об эволюционном развитии. И вот, скажем, в развитии социализма есть две ступени. Это вот такой коммунизм. Это же коммунизм, социализм. Простите, не в развитии социализма две ступени, а в развитии коммунизма две ступени. Это коммунизм, который еще не освободился от отпечатков капитализма. То есть, есть еще классовые различия, есть социальное неравенство между городом и деревней, людьми физического труда, мужчины и женщины. Социальное неравенство, не биологическое. А второй этап, когда вот в результате движения на собственной основе уже не из капитализма в коммунизм, а из коммунизма в коммунизм. Вот вы и развиваетесь от кого? К кому? Фамилия ваша? Мальгин. Ну вот, Май? Мальгин. Мальгин, да? Мальгин. Ну вот, так вы и развиваетесь от себя к себе или от себя ко мне? К себе. От себя к себе. Вот это называется развитие на собственной основе. И вы развиваетесь от себя к себе. И вы. И каждый, кто развивается, тот развивается от себя к себе. И коммунизм, развивающий от себя к себе, проходит два этапа. На первом этапе он изживает родимые пятна капитализма. А этот весь этап не развитый, не полный, не зрелый, не спелый, как хотите. Молодой коммунизм. Это социализм. И дальше уже развитый, спелый, полный и так далее. Ну вот, скажем, молодой человек – это человек или рыба? Человек. Человек. Поэтому нельзя противопоставлять молодого человека и человека. И для молодой коммунизма и коммунизма. А хотя отпечатки старого строя долго-долго даются. И никто, серьезный человек, никогда не скажет, в течение какого времени они будут изжиты. Точно так же, как мы не можем сказать, в течение какого времени Китай будет переходить из капитализма к коммунизму. Не знаю, может сто лет. Вот, скажем, в России этот переход занял 18 лет. А переход от социализма, то есть от коммунизма к капитализму – 30 лет. То есть сложнее было перейти от социализма к капитализму, чем от капитализма к социализму. По времени даже. Ну а кто-нибудь, серьезный человек, может, только Никита Сергеевич говорил, вот скоро будет первая фаза коммунизма, потом вторая. А он даже не понял, что первая фаза коммунизма появилась, когда общественная собственность установилась. То есть в середине 30-х годов. Армянское радио спрашивает, когда мы будем жить при коммунизме. Армянское радио отвечает. При коммунизме уже жили. То есть поживите теперь при капитализме. Это вам вот не повезло. Маркс вот писал, что вот нам приходится применять метод абстракции, потому что экономические эксперименты, социальные эксперименты на людях недопустимы. А у нас как раз прошел эксперимент. Люди думали, которые сейчас перейдут в лучшее состояние, вот они перешли в то состояние, которое перешли. Ну а я, скажем, в данном случае, такой экземпляр, которому повезло жить при коммунизме, а теперь пожить при капитализме. И каждый раз у меня было только лучшее, лучшее и лучшее. Потому что я при социализме получил докторскую, а при капитализме стал профессором по кафедре экономики и права. Мне буржуазия дала такое право, по экономике и право. Вот я с вас буду... Право будет буржуазное. Так что бывает так и забавно в жизни. Ну вот мы с вами рассмотрели этот вопрос, значит в следующий раз мы будем рассматривать вопрос о революции и контрреволюции. Это важная форма развития. Спасибо за внимание. Продолжение следует...